Решение жилищных вопросов граждан в преддверии Дня независимости ряд семей Севакараул Кельде Байганинского района получили ключи от новых квартир. Владельцами заветных квадратных метров стали люди из категории социально уязвимых слоев населения. Жилье было выделено очередникам в новом благоустроенном доме в райцентре. Для Хан Сулурсбаевой год юбилей независимости стал особенным. Многодетная семья стала владельцем собственной двухкомнатной квартиры со всеми удобствами. В очереди на жилье женщина стояла 7 лет. У меня 10 детей. Все уже повзрослели и создали свои семьи. На моих руках осталась дочь, имеющая инвалидность. Ей это жилье нужно было как воздух. 7 лет стоял в очереди. В преддверии 30-летия независимости наша мечта сбылась. Безмерно благодарна государству. Желаю мира и благополучия нашей стране. Ключи от новых квартир жители райцентра получили из рук главы региона. В общей сложности 16 семей обрели собственную крышу над головой. Это многодетные и малобеспеченные семьи, дети-сироты, а также семьи, воспитывающие инвалидов. Новые квартиры были предоставлены в благоустроенном двухэтажном доме. Определенная финансовая устойчивость появилась. Это все результаты большой посоветовательной работы, реализации государственных программ по обращению главы государства и поддержки правительства. На сегодняшний момент предпринимательство в целом развивается. И те налоги, которые они платят, пополняют бюджет. А бюджет уже состоит решать вот такие социальные вопросы. Предоставлять жилье для социально уязвимых слоев, для людей, которые нуждаются. Если вы видите квартиру, которую посещали для инвалидов детей, для детей-сирот. То есть это все, так сказать, то обращение, которое дал глава государства, решается. Решение жилищных вопросов, развитие социальной сферы. Отрадно, что эти основные направления успешно решаются даже в отдаленных районах. Так уже два года в новом здании в райцентре действует школа-гимназия номер 4. В настоящее время здесь обучаются более 400 детей. При школе функционирует интернат на 100 мест. Есть специализированные кабинеты химии, физики, биологии и робототехники. С самыми современными оборудованием и технологиями. В декабре прошлого года в караулке льды сдали в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс. Помимо игрового зала, условиями для занятий различными видами единоборств и тренажерки, здесь функционирует 25-метровый бассейн. В данном фоке условия достаточно неплохие. Нужно дооснастить, конечно, объект, чем занимается руководство нынешнее. За что им огромное спасибо. А в остальном все хорошо. Бассейн новый, светлый, чистый. Это самое главное. Сейчас около 80 детей. Было набрано. Еще планируется набрать. Также глава региона осмотрел новое здание районного акимата, которое открыли в текущем году. Все коррупционные риски должны быть минимизированы. И услуги, которые оказываются населению, должны быть максимально доступными. Вот исходя из этого, сейчас мы новые здания акиматов сельского уровня, районного уровня приводим в соответствии к этим требованиям. То есть любой гражданин, когда приходит в госучреждение, он должен быть уверен, что его права защищены, а услуги максимально доступны. Почему вот эти пространства, они специально требуем, чтобы были оборудованы в соответствии с этими требованиями. Отметим, что ранее местная администрация располагалась в старом здании 1966 года постройки.